Здравствуйте! В эфире программа «Специальное интервью» в студии Василиса Ивашкина. В Подмосковье завершилась профилактическая операция «Безопасная карусель-2019». Итоги обсудим с заведующим отделом по надзору номер 5 Гостехнадзора по Московской области Андреем Неконоровым. Добрый день! Рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте! Мы тоже очень рады. Во-первых, хочется понять, что же это за операция, такая «Безопасная карусель» и для чего она, в принципе, нужна. «Безопасная карусель» – это операция, которая проводится, по сути дела, каждый год летом, в период наибольшей эксплуатации аттракционов. И необходима она для того, чтобы еще раз проверить, проконтролировать карусели, которые эксплуатируются в Подмосковье с целью обеспечения безопасности их эксплуатации. В этом году операция «Безопасная карусель» проходит три этапа. Это в конце июня были рейдовые мероприятия, в конце июня, июля и августа. Соответственно, еще раз были проверены, сейчас закончился второй этап, проверяли аттракционы и, соответственно, принимали меры. А каким образом проходит ваша проверка? Ну, в рамках рейдового мероприятия инспектора гостехнадзора посещают места эксплуатации аттракционов, парки, какие-то торговые центры, в жаркое время побережье озер, водохранилищ, там тоже размещаются батуты. То есть это батуты, это карусели и даже в торговых центрах. Я так понимаю, что там тоже есть особенные карусели, это сейчас модно, да, 3D, 5D, все как маленькие кинотеатры, они тоже подлежат проверке? Да. У нас в Подмосковье существует постановление правительства, которое обязывает зарегистрировать аттракционы в установленном порядке. То есть регистрации подлежат механизированные аттракционы. А с сентября прошлого года с введением в действие регламента безопасности аттракционов Евразес, соответственно, и батуты, надувные игровые комплексы, не механизированные, но теперь они также подлежат государственной регистрации и, соответственно, подводят под государственный надзор. Если говорить о том, как начинается рейд, вы предупреждаете заранее предпринимателей или операторов каруселей или нет? И каким образом проходит? Вот вы пришли, на что в первую очередь обращают внимание специалисты? Ну, во-первых, операция профилактическая. Цели и задачи – это профилактика. Поэтому о ее проведении у нас в средствах массовой информации идет информация. Соответственно, на сайте Министерства сельскохозяйства и продовольствия Московской области выложена информация о том, что проводится операция. Соответственно, непосредственно перед выездом в рейд мы не оповещаем владельцев. Идет плановая работа. Имеются места в дислокации аттракционов. Соответственно, туда выезжает инспектор. И смотрим в реальности, как идет эксплуатация. На что в первую очередь вы обращаете внимание? То есть вы подошли к карусели. Как работает оператор? Или вас интересует только техническая составляющая именно механизированной карусели? Нет. Не только техническая составляющая, но и порядок именно организации эксплуатации этой карусели. Потому что, ну, что греха таить, человеческий фактор, он наиболее влияет на безопасность эксплуатации аттракционов. Часто теряют бдительность оператора. Особенно, когда народу не так много. Соответственно, где-то с кем-то разговаривает, не обращают внимания на аттракцион. Вообще куда-то вышел аттракцион, работает. Отошел оператор. Не обратил внимания на техническое состояние же, то, что он утром должен был проверить. Вот. Поэтому именно с целью полной организации эксплуатации аттракционов мы проверяем. Ну, и техническое состояние проверяем. Соответственно, механизированных аттракционов там посложнее. Ну, и у батутов там достаточно много факторов, лежащих на безопасность. Самое главное – крепление батута. К батутам мы еще с вами вернемся. Интересно понять, как должен правильно работать оператор. Хочется услышать от вас, от специалистов. То есть вы подходите, карусель не прекращает свою работу, и вы смотрите, с чего начинает работать свой оператор. Вот с этим можно поделиться, чтобы родители наши понимали, как правильно. Ну, во-первых, когда мы подходим к работающему аттракциону, мы сперва, как сторонние наблюдатели, фиксируем то, что происходит. То есть оператор, он должен выделяться. Выделяться среди родителей, среди посетителей. То есть на нем должна быть какая-то одежда, будем говорить так, фирменная или какая-то отличающая. Бэджик, что действительно он оператор. И смотрим за его действиями. То есть что он делает. Как он наблюдает за работой аттракциона, как он смотрит. Дальше, когда сеанс прекращается, мы подходим, представляемся, представляем свои документы. Он представляет свои. Часто так бывает, что у него нет документов, его попросили побыть, посмотреть. Его друг сейчас отошел, ему надо, и он попросил меня здесь побыть. И эти случаи бывают. То есть оказывается, он совсем даже не оператор. Так, а как понять, что он оператор? У него должны быть при себе какие-то документы, он должен быть аккредитован. Это удостоверение. Где его получают в первую очередь? При организации, внутренней организации эксплуатации аттракциона, владелец аттракциона, создает комиссию, в которую входит специальный обученный человек. То есть имеющий свидетельство об прохождении обучения и присвоение квалификации по ответственности за безопасные эксплуатации аттракционов. Он является, как правило, председателем комиссии и уже внутренними своими документами обучают состав операторов, соответственно, аттестуют их и выдает удостоверение. Удостоверение, что он оператор. Соответственно, это цикл самоорганизации именно работы аттракционов. И, как правило, видно. То есть вот он-то человек в форме, в униформе, с бейджиком. Соответственно, уже можно понять, к кому обратиться. Иногда подходишь, сидят три человека, и непонятно, кто из них оператор. Спрашиваешь, что, а он... Чай пьет и ничего не знает. Да, ничего не знают, но могут пустить. Поэтому их видно. Когда вы в парк приходите, вот, сейчас проверка, вот, видно, прямо в яркой одежде. Оператор – это удобно, это удобно. И владельцы идут навстречу, то есть нашим требованиям, пожеланиям, соответственно, понимая, что вот таким образом организуется работа. Но я так понимаю, что документ должен быть еще и у машины. Какой он? Где его обнаружить, когда мы подходим к аттракциону? Потому что мы видим яркую картинку. А где обратить внимание на документы? И как можно получить эти документы? Ну, документ. Каждый аттракцион, механизированный или батут, степень биомеханического риска, который подходит под регистрацию, должен быть зарегистрирован в государственном органе. И после регистрации выдается государственный регистрационный знак, который крепится непосредственно при входе на аттракцион. Это первая стадия, будем говорить так, государственного отзора. Вторая стадия – это проведение технического осмотра и выдача талона допуска на эксплуатацию этого аттракциона. Это, соответственно, бумажный документ. И крепится, как правило, недалеко от номера, либо где-то около касты. То есть, когда родители пришли к аттракциону, он веселый, весь красивый, взглядом отыскали государственный регистрационный знак. Да, действительно, зарегистрировано. Если еще нашли и талон о прохождении технического осмотра, значит, инспектор здесь был, значит, здесь была специализированная организация, которая провела этот аттракцион, которой дали заключение о том, что аттракцион безопасен. Соответственно, при всех остальных нюансах, которые родитель уже должен посмотреть, нравится ему аттракцион, не нравится, чисто ли он грязный, как ведет себя оператор, уже принять решение самостоятельно, допустить, что ребенка или нет. Ну да, то есть родители, конечно же, тоже имеют большое отношение к безопасной эксплуатации карусели, а именно посмотреть, подходит ли возрастная категория для этого аттракциона. Правильно я понимаю? Да, перед входом на аттракцион обязательно должны висеть правила пользования аттракционом. Там указывается требование к физическим данным, соответственно, ребенка, его рост, вес. Соответственно, должна находиться линейка. Да, если требование к эксплуатации катарцкона предусматривает определенный рост. Соответственно, замерив ребенка, принимать решение, допускать или не допускать. Это категория механизированных каруселей. Сейчас очень часто мы можем видеть новости о том, что случились несчастные случаи детей, которые прыгают на батутах. И на самом деле, батуты можно встретить гораздо чаще, чем механизированные карусели. Как здесь проходит проверка и на что здесь стоит в первую очередь обращать внимание родителям, которые хотят, чтобы их дети попрыгали весело на батутах? Батуты для нас сейчас вещь достаточно новая. Относительно. Если мы с 2008 года ведем надзор за механизированными аттракционами, то надзор за батутами с сентября прошлого года. Соответственно, были включены в перечень аттракционов, подлежащих регистрации. И то, опять, это на территории Московской области, в других субъектах. Не во всех принятые там так и остались пока за механизированными аттракционами. Поэтому очень часто к нам батуты приезжают из других регионов. И, соответственно, думаю, что все тоже достаточно просто. Но батуты... У батутов есть свои нюансы и свои опасности. Это легкий предмет, привезен он большой, надувной, имеет парусность. И все несчастные случаи произошли именно из-за того, что не было учтено это. Соответственно, государственный стандарт на батуты предупреждает достаточно серьезное требование к креплению к земле. Как понять, что это достаточно хорошее крепление? Родитель имеет право осмотреть этот батут, подойти, потрогать, что-то спросить у оператора? Смотрите. Вокруг батута должно быть ограждение. И ограждение, в принципе, не должно давать возможность посторонним лицам подойти к элементам крепления батута. Потому что саморазвязывающие узлы и прочее, это достаточно серьезно. чтобы не было. Но посмотреть, конечно, можно. Канаты, требования к канатам. Это должно быть из одного каната, не составные. Крепление в грунт. Забито должно быть, если это в грунт, 80 сантиметров штырь, к которому крепится. Если это на твердой площадке, а очень часто именно размещают эти батуты, на каких-то площадях, причем одно из условий является то, что нельзя портить покрытие. Тоже предусматривается, но к каждому элементу крепления должен быть вес 160 килограммов. То есть, 1600 ньютонов должно быть на усилие. Соответственно, это серьезный блок. И часто так приходится скрепить. То есть, вокруг батут стоят блоки, бетонные, к ним пришвартован канат. Если вы видите, что именно так, то есть какая-то надежда на то, что все здесь. А зачастую просто кладут батут, даже не удосужившись закрепить примитивно, кирпичом или чем-то еще. Поэтому несчастные случаи произошли именно из-за того, что батуты не были правильно закреплены. В Одинцовском округе достаточное количество каруселей и батутов. Как можно их легализовать? И если невозможно это сделать, по каким-то причинам не хочет это делать предприниматель, какие же санкции можно на себя повлечь? Для регистрации аттракциона необходимо всего три документа. Заявление, паспорт аттракциона и сертификат, если он выдавался. Соответственно, остальные документы мы проверяем путем запросов межведомственных и, соответственно, регистрируем аттракцион на основании документов. На это дается семь дней. Через семь дней аттракцион зарегистрирован, если все нормально. Дальше сложнее. Дальше его надо пустить в эксплуатацию. Для этого нужно пригласить спецвезерную организацию, которая даст заключение о исправности аттракциона. В дальнейшем организацию именно контроля, внутреннего контроля, это приказы назначения должностных лиц, обслуживатель персонала, прочее, прочее. И, соответственно, заявление о прохождении технического осмотра. Мы проводим технический осмотр. Там уже у нас дается 10 дней. И если не пройден, в течение 5 дней, мы даем отказ официальной письменной. Если пройден, выдаем талон допуска. То есть, делается достаточно оперативно. Это максимальные сроки. Понимая, то, что сезон горячий, и мы стараемся максимально уменьшить этот срок. Поэтому те, кто хотят регализовать, те, кто не хотят, либо платят штрафы, либо уходят из этого бизнеса. Итоги в Одинцовском городском округе за второй этап. Сколько проверили, фактически сколько будут работать, а может быть кому-то и вышли штрафы. 26 аттракционов зарегистрировано, 20 проведено технический осмотр, 6 не проведено технический осмотр. Выведено, что из этих 6, 4 эксплуатировались, соответственно, были выписаны штрафы. И, соответственно, были выписаны штрафы на незначительные нарушения, те, которые повлек именно обслуживающий персонал оператора какие-то причины. В дальнейшем это не разовые мероприятия, мы аттракционы проверяем в течение всего года в рамках рейдов мероприятий, просто при проведении профилактической операции наиболее смотрим. А так мы дальше идем постоянное наблюдение, постоянный контроль. То есть весь год в принципе вы контролируетесь? Да, когда работают аттракционы, мы постоянно за ними наблюдаем. Следующая волна у вас будет в августе, я правильно понимаю? Так что предпринимателям есть время позаботиться, если кто еще что-то не выполнил, надо заботиться всегда, каждый день. Это монотонная работа, достаточно тяжелая, чтобы оператор выполнял свои работы, чтобы механика выполнял свои работы. Только вот так вот, когда каждый делает свое дело, и делает его тщательно, и серьезно, тогда у нас будет успех. Андрей Васильевич, спасибо большое, что были с нами в этой студии. Это была программа «Специальное интервью». До встречи.